Подловили прям Добрый вечер Как я говорю? Я спрашиваю, какой день я это говорила? В среду Я вру по среду Я упорно съезжаю Итак, я поставила на запись Приветствую всех на нашей очередной встрече Обучение расстановкам онлайн И сразу заявляю Для тех, кто будет в записи смотреть Или когда-нибудь делать смотреть Мы с нашей чувствуем И ставят нам помощник Что мы растим Сейчас употреблю слово, которое я смеялась Элитных расстановщиков И вот почему Да, впервые я у французов встретила Там пошли в приглашение Давайте вы будете элитными расстановщиками Мне смешно это было Потому что когда я видела, как работают люди Которые получили это звание Элитные расстановщики, я немножко улыбалась Ну для Самоутверждение, наверное, хорошо А сегодня я сама его говорю Что я называю элитный расстановщик Это человек С устойчивой Психикой Что я называю устойчивой психикой Человек, который может выходить из берегов Достаточно быстро Попадать в состояние равновесия И в значительном Количестве каких-то ситуаций Находиться в состоянии метапозиции То есть дистанцированно от происходящего Состояние, в котором находится, например Хирург в процессе операции Сейчас прикинули, что это такое, да? Если хирург в процессе операции Будет думать там о трагедии Своей семье Или наоборот там О завтрашней свадьбе Или там сочувствовать родне там Человека, которого он спасает А может быть и не спасет Получится у него операция Ни в коем разе не получится Но это один из самых Да вообще в любом деле Где нужна, ну скажем, сосредоточенность Где нужна сосредоточенность В любом деле, где нужно Удерживать свое внимание На каких-то определенных процессах Не учитывая собственное состояние В расстановках это признано Принято называть метапозиции Выйти, научить этой позиции Это как научить плавать без воды Все услышали? Или научить кататься на велосипеде Без велосипеда Ну или много каких-то Вот таких вот параллелей, да? Поэтому научиться попадать В метапозицию возможно только В практической работе И долго, но качественно Это умение можно приобрести В практике системных расстановок Вы видите, что каждый раз в работе Я большинству из вас напоминаю следующее Говорю, вы минимум в трех уровнях Каких? Давайте помогайте сразу В процессе расстановочной работы В каких трех уровнях минимум Вот я настаиваю, чтобы мы это часто говорили Я как Богдан Да, я так, кто я есть Я тот, кто я есть Без философии Носитель информации Да, я носитель информации Она где у меня находится? Ну в теле в первую очередь Физические ощущения Я настаиваю на этом И что? Кто еще? Третья позиция какая? Участник Участник процесса Я студент Или если я веду, то я кто? Расстановщик Эти слова для Ну условно непосвященных людей Будут ни о чем Но меня жизнь научила Я всем приводила вам пример Что вот Когда пришел человек Редактор Там создал журнал Медицина третьего тысячелетия Не знаю, есть сейчас этот журнал или нет И вот он в расстановочной Он первый раз пришел на расстановку Да, в ней история Больше 10 лет Бой-бой 15 лет Вот он пришел Я смотрю Сидит такой в камуфляжной форме В очках Знаю, я говорю Я с психологов Я что, защищаешься И вот я наблюдаю за ним И вот вышел его заместитель И он задает вопрос Смотрите, какой он вопрос задал Вот он сейчас вместо меня Он что? И решение вместо меня принимает? Скажите классный вопрос От какого человека? От думающего человека Потому что он озвучил страх всех людей Страх, что вместо меня Кто-то будет делать что-то Грамотная позиция Эта позиция позволяет, например Не поддаться цыганскому гипнозу Эта позиция позволяющая Оставаться при своем там Мнении, при своей позиции Не поддаваясь ненужным манипуляциям Грамотная позиция И вот таких вопросов много от людей Вот я четко поняла Что надо помочь человеку понять И тому, кто участвует в процессе И тому, кто наблюдают за процессом Что вместо самого человека Никто не имеет права И не будет ничего делать И если носитель информации Действитель, представитель Будет что-то говорить То со временем и каждый из вас Кто будет браться За ведение расстановочного процесса Вы будете говорить Я сейчас обращаюсь к тебе Как к Наташе Как к Богдану Как к Гале Стасу Марине К няне К Игорю И в зависимости от того Что информация Находящаяся на тебе требует Я не хочу говорить У меня рот сжат Или я не хочу смотреть У меня глаза опускаются Или я не хочу Смотреть туда У меня вот туда ведет Я говорю Да Информация требует этого Вот то, что вышло Но ты-то Остаешься Самим собой И я тебя прошу Тебя ведет А ты возьми Глазоньки-то Перемести Потому что глазки Продолжают оставаться чьими Двоими Двоими И эти тонкости Постигались не сразу И сегодня Все больше людей Которые начинают Потихоньку В эти тонкости вникать Сейчас расскажу еще Как я убеждалась Что я И информация Которая на меня выходит Вещи разные Работаем Лежит человек Ну Горизонтальная позиция Женщина Несет информацию Говорит Ой, у меня так живот болит Так живот болит В это время На группе присутствует Телесно-ориентированный терапевт Он срывается И начинает с ней работать Ну, по-доброте душевной Я говорю Ты что сейчас делаешь? Ну, ей же больно Я знаю, что нажать Чтобы боль прошла Я говорю Молодец Ну, давай, отойди Присмотри, что сейчас будет Подхожу к этой Лежащей женщине Рукой снимаю информацию На себя Ой, живот заболел Говорю Ну что, прошла твоя боль? Женщина Говорит Да, прошла Говорит Смотрите дальше, что будет Я опять беру И возвращаю то, что сняла Она говорит Ой, опять заболела Всем Вам понятно О чем идет речь? Да, можно уточнить Уточняй Получается, мы просто Чисто намерением делаем Правильно? Или мы У меня нет прямого ответа На этот вопрос Конкретного Но сегодня я утверждаю Нас учили Так называемые Каталептической руке С этой каталептической рукой Телесно-ориентированная терапия Сталкиваются, например В тонатотерапии Когда рука у человека Вроде как стоит сама по себе Человек вроде как Ей не управляет Мне, кстати Из-за тонатотерапии Стал понятен термин Каталептической руки То есть тело отдельно Ты отдельно На уровне управления Я тогда Просто предположила Что Женщина кричит больно Не потому, что ей больно А потому, что Так информация вышла На ее тело И экспериментально Вот я так сделала Оказалось, права После этого я стала Делать так чаще Дальше, когда мы Сотрудничали вместе С кинезиологами Вот Андрей Барабаш Он хорошо энергетическую Кинезиологию Двигает в Украине Мы с ним Совместные группы Провозили С ним С Ромой Белогривым То есть мы Конкретно понимали Кто с какой информацией Работает Я работала Как расстановщик Выводила информацию Они работали Как телесный терапевт Ты Ну что интересно Они работали Тут тонкость такая есть Они работали С клиентами Отдельно И отдельно Работали С носителем информации Что касается Носителей информации То впервые Я четко Это ощутила Фестиваль Жизнь как чудо Мариночка Кмеловская С Алексеем Просекиным И вот работаем мы На полянке Чек 100 сидит Там Под березками Под деревьями И я рассказываю Людям Как выходит сигнал Я рискую У меня со мной Команда хорошая И студентов И клиентов Несколько человек Которые понимали Что если у кого-то Сигнал выходит И этот человек Пугает То они должны Подойти к этому человеку Человек сам может Даже не сказать Дальше ему страшно И вот женщина одна Вижу У нее такая Я уж не помню Запись есть Что я там попросила Чтоб вышла Да скорее всего Свои вот эти Три позиции И женщина видно Что-то почувствовала И говорю Такие глаза Я говорю Иди сюда Она ко мне подошла Я просто взяла Ее за руку И в процессе Пока я задавала Ей вопросы Я работала Сегодня Те кто учится В программе Знают Я работала с чем Вот с этой точкой Я могла работать По-другому Вот с этой точечкой Я не объявляла Ей что я буду делать Я выглядела Это как Я просто Взяла ее За руку И мой спокойный Голос Нажатие на точку Она выровнялась Я говорю Ну вот видишь Все в порядке Ну все в порядке Я говорю Просто ты почувствовала Непривычно И тебе стало Что? Страшно Да Мы живем в мире Где люди Отвестируют себя И мы с вами Еще пока такие Не берите на себя Много Отождествляют себя Со своим Телом Со своим умом Поэтому Когда я Говорю Что я Сташенька Мы хотим Чтобы вы были Универсальными Что я называю Универсальными? Чтобы вам Все равно было Что творит Ваш ум Что творит Ваше тело А вы Были на дистанции За всем этим Могли наблюдать И могли выводить Любую информацию На любых уровнях Только одно тело Которое мы сегодня Продемонстрируем Галя Мы с тобой Продемонстрируем Это в практической работе Выводить информацию Которую вы Ничего не понимаете Опасно Как думаете Почему? Мы не знаем Как услеживать За динамиками Правильно И вообще Что происходит Если на то пошло Правильно Но С другой стороны А теперь смотрите Есть понятие Консилиум Мы с тобой Сегодня Галя Договорились Что мы будем Работать Опираясь на то Что делал Крайний Сакральный терапевт Но здесь Надо хотя бы Понимать С чем имеют дело Крайний Сакральный терапевт Правильно? Имея Имея определенные знания В области Нейрофизиологии Устройства мозга Я тебе сразу Продемонстрировала Что термины Которые ты называла Крайний Сакральный терапевт Мне они знакомы Понятие Нейроглиальных клеток И все остальное Устройство В этого мозга Я не беру На себя смелость Заявлять Что я Нейрофизиолог Или что я там Нейро Кто-то как-то Но То Те Знания Которые у меня есть Позволяют мне Понимать схемы И опираться Как я тебе говорю Любое Если ты можешь Расстановщик То классно Работать В паре С кем-то Если я Веду Расстановку С кардиологом То вероятность Того Что я не сделаю Лишнего Что Значительно Выше Если я Даже Вот у меня Есть психотерапевт К примеру Который Не знают Про расстановки Специализируется На психоанализе И предварительно Поговорив С этим Человек Я Имею Представление О психоанализе Имею Представление О психоанализе Но не на таком уровне Как мои коллеги Которые прошли Несколько специализаций И несколько десятилетий Варятся в этой теме Я знакома С терминологией Мне понятно Понятно Переносы Контрпереносы Интроспекция Там и все прочие вещи Понятно На уровне И вот здесь Для того Чтобы вести Расстановочную практику В теме В которой Сам не разбираешься Что нужно делать Хотя бы иметь Специалисты Которые тебя Раконсультируют Которому ты можешь Адресовать Какие-то свои вопросы Вот например Опять же Знаю схемы Бизнес-растановок Там еще что-то Я берусь За вопросы Бизнеса Иногда Но берусь В том контексте Когда я четко Понимаю Если я понимаю Структуру организации Все эти взаимосвязи В стокинг-каунт Понимание порядка Да А если нет То я возьму себе Коуча Который специализируется На бизнесе На всех этих понятиях Вот тогда В такой паре Я пойду в эту работу Как? Активнее Да Если например Человек бизнеса Вот там Олег Миронов Да Он может быть фасилитатором То есть тем Кто сопровождает человека В построении его бизнеса Он может помочь найти миссию Он может помочь Задачи Вычленить Высветить Я тоже могу Но у меня меньше опыта Поэтому мне будет интереснее Если я договорюсь с Олегом Скажу Олег Можешь меня проконсультировать Под таким вопросом Можешь мне указать Подсветить Дать Тогда после этого охотник Или наоборот Попрошу договориться Что я работаю вместе Или я потом задам тебе вопросы И только потом Дам ответы К этому То есть на что я вас В чем Я называю вас Универсальными В чем я Вижу Это универсальность Уверенности Что информацию Можно вывести Любую А если вы чего-то Не знаете То у вас Всегда будет Кто? Которопевт Со Товарищ Или Консультант Я говорю Это спокойно Потому что Сама такая Вы видите Что Даша ведет Темы Связанные с телом Основанные на Аюрведе Китайской медицине Я этим пользуюсь Но охотно Охотно Отдаю Даше Все Что связано С непосредственным Консультированным С непосредственным Более глубоким Глубокой Работой В эти темы И это классно Потому что Всеядным Никак не будешь Поэтому я Уверена Что все Кто Да я даже думаю Что Вот заявили Два года Учебы Я уверена Что сейчас Вот месяц-другой Все кто попробует Себя в расстановках Вы убедитесь Что вам по силам Браться за любые работы Ну только допустим В паре В паре С сотоварищем Или в паре Со специалистом Передворительный разговор Потом И хочу вас заразить Следующим В одной теме Работать скучно На одном уровне Вот Интересно Хотя На период Пока приобретаешь Опыт Работать в одной теме Правильно Сидеть долго На одной теме Правильно Работаешь Уже Пойдешь Вперед Вы же слышали Многие Я же часто Употребляю Вот такое Что говорю Да я обучена Кинезиологии Но я как кинезиолог Работать не буду Понимаете Как Это по моим Ощущениям Мне нравится Эти В неведомое Мне Мы с Дашей Еще ни разу Не повторяли Своих учебных курсов Галя Ты же нас уже давно Знаешь Каждый раз Все Практически Все по-разному Вот так вот Идем Итак Готовимся К тому Чтобы Работать Посмотрим Что из этого Выдет Настраиваемся На работу Я с большим Уважением Отношусь Ко всем Кто Выдерживает Тот ритм В котором Вы ребятки Живете уже Год Считаю Практически Встряхнулись Перенесли Внимание На дыхание Пришли в себя Медленно С удовольствием Перенесли Внимание На правую ногу Перенесли Внимание На левую ногу Ощутили Какая нога Тяжелее Какая легче При этом Кто-то испытал Удивление Что они одинаковые А кто-то наоборот Что они разные И повес Все наблюдения Идут Со словом Мне кажется Мягко Перенесли Внимание На живот Отметили Расслаблен Живот Или напряжен Переместили Внимание На правую руку Сразу Сразу Учимся И более Более защищен И более защищен И более защищен Позволяющими Себе Вникать В разные Тонкости И нюансы И переходить В состояние Равновесия Наблюдать Или Метапозиции Перенесли Внимание В область Горла Сделали Глотательное Движение Чтобы почувствовать А что там В горле Там же И воздух Проходит И еда Проходит Там же И звуки Оттуда Издаются Как чувствует Себя Мой пищевод Как чувствует Моя Трахея Как чувствует Мое горлышко Себя Как чувствуют Мышцы Вокруг Этих Органов Вот Она Моя Шея Такая Тонкая Такая Значимая В жизни Могу ли Я ощущать Все участки Позвоночника Там всего Несколько Позвонков С первого По седьмой Шей Мышцы Которые Которые Надежно Удерживают Эти позвоночки Которые Обеспечивают Движение Моим И как Сейчас Эти мышцы Отзвались На такое Внимание И вот Ровно Уверенно Переносим Внимание На дыхание Делаем Его Чуть Более Глубоким Вдох Вдох Выдох Вдох Выдох И сканируем Как тело Отозвалось На такой Контакт О чем Она Рассказала О том Что Она Перегружена И о том Что Ему Приятно Сейчас Быть Вот в таком Ненапряженном Состоянии И радоваться Что Пользователь Скафандра Пользователь Машины Так Внимателен К каждому Участку К каждому Сегменту Этой Машины Делаем Оживое Откликающееся Пошевелите Кончиками Пальцев Рук Соберите Руки В кулак Не торопитесь Открывать Глаза Роскошно Роскошно Потянитесь Роскошно Потянитесь Наслаждение Поерзайте Встряхнитесь Мы готовы К работе Сознание Полное Ясное Тело Отпущено А сознание Собрано А в теле Это степень Собленности Которая Ну никак Не имеет отношения К напряжению Ну и к нити У кого Как изменилось Состояние После работы Можно Да Да Тише стало Тише стало Этого достаточно Наташа Что у тебя Поменялось Так Вильно Вильно Свободнее Стало Маринка Что у тебя Я На жаль Не смогла Сробить Эту работу А сейчас Ты в каком Состоянии Ты напряженная Включенная Напряженная Да Напряженная Смотрите В нашей практике Когда я вам Пела песни Про элитных Расстановщиков Умение Обеспечивать Своё тело Нужными командами Которым Наше тело Что сделает? Подчинится Верит Поверит Здесь не про Подчинение Здесь не про Подчинение Здесь именно Про доверие Я так скажу Сегодня я Разместила Небольшой пост В фейсбуке Для меня Больше веселый Когда студенты Математическими Формулами Доказывают Что жизнь После смерти Есть Я К этому Отнеслась весело Потому что Я не математик Я не пользуюсь Значения тех формул Которые он писал Для меня Они Относительно Я подозревала Что не владея терминологией Я могу пойти На слепой вере На математик Циферки Буковки Пишет Ой как умно Моё предположение Казалось правильным Сразу пошли Там он не прав Там и так далее Я сбросила Эту информацию Трем системщикам Человеку Который Закончил Московский ВУЗ По Математический Анализ Сложных Систем Это работа С коллайдерами С космическими Кораблями Там еще чего-то Как-то Математику Аналитику Вот этих морю Которого Системное Образование Пятое Весеное Двое мне не ответили Один четко Сразу сказал Что неправ Студент Потому что Говорит Нельзя рассматривать Функцию Жизни Она разделена С функцией Времени У меня к этому Вопросы возникают То есть Я уверена Что удастся Интересно дискуссию С этими людьми Сделать Именно дискуссию Я буду выступать В роли Детеныша Который ничего не знает Давайте посмотрим Так Когда я шучу Что в школе Мы все 10 лет Спокойниками просидели Как мою фразу воспринимают А потом я добавляю А у вас в кабинетах У всех были портреты ученых? Кабинет биологии Кабинет биологии Были портреты ученых? А ученые Которые на портретах Живы или мертвы? Вот и все 10 лет Я сижу в школе Тут у меня Ньютон Тут у меня Толстой Тут у меня Чехов Тут у меня Шевченко Они все покойники И опять Когнитивный диссонанс Да нет, ребят Здесь сильно подумать надо Человека нет А информация Которую он инициировал И мир пустил есть Так это про продолжение жизни Или не про продолжение жизни? И здесь, чтобы не записываться Я Грибачевские строки Всегда провожу Где меры нет И точки для отсчета Вместится все От Бога И до черта Но не схоласт Я точность Слова чту Ведь если здравомышление Черту перешагнуть То мы повторим Как бы разду на пашне Сказания Вавилонской башни То есть мы будем Говорить много Об одном и том же Но каждый будет уверен Что говорит О чем-то очень своем Чтобы этого не было Будет в расстановках Мы с вами можем Прикасаться к этому Безмолвному знанию К безмолвному знанию Когда мы с вами Идем в поле Мы соприкасаемся С некой информацией Для которых у нас С вами часто чего нет Словесной оболочки Согласны? Марин Давай демонстрируй нам Экспресс-работу По договоренности Своим телом Отпусти плечи Разведи руки И вот Сроку пока я еще Два слова скажу А ты просто легко Именно легко Тебе же знакомо Алиевский ключ Желанием попасть в состояние Припоминаю Припоминаю Мы с работами Этого замечательного Психотерапевта Сталкивались Алиев ключ Когда Сталкивались Здрасте Не пугайте меня Хорошо я размещу Марина Слово нормальное Желанием попасть в состояние У тебя 30 секунд Марина Желанием Попасть в состояние Свободы Расслабленности Ты слишком сильная Девочка Чтоб я тебе Таких желаний Боялась ставить 30 секунд Пошли Итак Рискнем Гаря Нам не важно Какое количество Людей у нас есть Мы можем пользоваться Листочками Отдельными частями Тела И сегодня Я утверждаю Что Опытным людям Можно Делать работы Для себя Я избегаю Делать работы В одиночку Для себя Хотя Прикидывать могу Я Делаю Позволяю себе Такую роскошь Никогда себе Не верю Это не шутка Для меня Почему Каждое мгновение Мир меняется И то Мое намерение Или желание Которое я испытываю Чтобы в поле Что-то посмотреть Оно может Исказить Зеркало Я увижу Не то что есть Я увижу То что я хочу Увидеть Поэтому Вот вам Пример Виртуальной Расстановки Александр Сергеевич Пушкин На его примере Часто рассматривается Когда он Позволял своим героям Делать то что они хотят И записывается Как он Один из его Друзей В личной записи Как он пишет Говорит Он сказал мне Говорит Ты представляешь Что вытворила моя Татьяна Она вышла замуж И это не преувеличение Это Когда ты в своем Виртуальном пространстве Пускаешь В свободное действие Элементы Которые ты там Представил Ты можешь быть Наблюдателем За процессами Которые там есть Только одна беда Там могут быть Только те процессы Которые предусмотрены Твоей библиотекой памяти Твоим ментальным Пространством Поэтому С виртуальными Расстановками Особенно в одиночку Я А когда два-три человека У всех будет Немножко разная Точка зрения И поле у всех Будет развиваться По разному Когда мы с тобой Говорим Потому что я когда Посмотрела На работу Которую ты вел В прошлый раз У меня все вопросы У меня только К твоему ментальному Постранству Призывается Каракчик Еще вдавал Марин Что с тобой Что вы именно Именно имеете Я сказала В личной работе Сейчас времени нет То я как начну Говорить Это будет до конца Занятие Марин Что получилось Я трошки Выравнялась Насколько я не могу Это зараз Рубить Таким Властным Бажанием Да Спокойнейше Равнение Ну что Не будем углубляться Ключ Алиева Метод Которым я столкнулась Это Дашеньки 44 33 года назад Я столкнулась С этой темой С книжечкой Во-первых Раз Да И пошла в практики Которую он тогда Там описывал Одним словом Можно выразить Намерением Попадать в состояние Намерением Вызывать ощущения Это действительно так Кроме практики Ничего не нужно Итак Галя Давай сейчас оговорим А потом попросишь Ты та мама Которая имеет Очень большой опыт Шестеро детей Это шестеро детей Ты та мама Которую жизнь заставила Быть хозяйкой Своих эмоций Потому что Твои силы Нужны в первую очередь На обслуживание детей Ты та мама Которая понимает Что своим состоянием Она моделирует состояние детей Именно это делает мне Дает мне Вот так сказать Право Я тебе сказала Сама поработаешь И ты в теме Ростанова Больше десяти лет По-моему так И прошло не одно обучение У меня училась Еще училась Потом В Упроскул Прошло Обучение И информацию Которые Вот такие люди Как ты Это хорошее обучение Когда на готовеньках Для нулевых Ой-ой-ой Поэтому смотри Мы с тобой решились Работу По Речевому Речевому Развитию Твоих деток Мы уже делали Не один раз Так И я Большим уважением Отношусь к родителям Которые никогда Не складывают лапки И продолжают Я знаю Что детки работали С логопедом С разными специалистами Работали И учат Пошли в крайне Сакральную терапию Это важные вещи Так И давайте С чем столкну Вот проведи Еще В последней работе Когда мы работали С этой темой Мы вышли на тайны Именно у Евы Или у Сэма У Евы Наверное На тайны Когда кто-то Речь шла об убийстве И это скрывалось Это скрывалось И кто-то кому-то Когда То есть подтверждение Есть этому Мы шли Именно с Евой Мы шли через напряжение О чем молчит моя мама Потому что Тогда мы говорили О том, что мама моя И отношения с ней Одно из самых напряженных Мест в системе Которая так ощущается И Нас работа Евы Сэм тогда был Просто в стороне Больше Нас работа Евы Завела в родовую систему Моей Материнской линии Это я помню И да Там было Было что-то О молчании Или даже О том, что невозможно Выразить Выразить Ну потом Как уточнил Игорь Что какой-то дядя Когда-то там проговорился Что Была убита Целая семья Неважно Это то, что Сэмчик взял Я не об этом говорила Да, да Много было Это неважно Это два ребенка У которых практически Одинаковые Близкие Задержки Его в развитии Да При полной норме Когнитивной Там и всех других Аспектов И Смотри О чем тут речь Дальше Что На что я обратила Внимание Когда Кранец-окранитерапевт Начала работать С артикляционной зоной Да Девочка Что делала Просто отказывалась Да Отказывалась Взаимодействовать С терапевтом Со всем То есть Она хотела Она вообще руку забирала Уходила Мы могли бы отнести Это к чему угодно Но Учитывая Те работы Которые у нас были Мы понимаем Что тело Система стоит На страже тайны Ну я так вот Коротко скажу Это наше с тобой Что Пред Положение Дальше Моя позиция По большому счету В систему рода Можно и не ходить Моя логика Человеческая Какая Раз это пришло Ко мне И дадено Мне То идти Кому Идти с этим Кому Мне Я не могу Ни бабушек Ни дедушек Ни прабабушек Никого Даже близких Не могу Призвать себе На помощь Чтобы они Вместо меня Что-то сделали То есть приложить Усилия Чтобы не Оттолкнуть Руку Должна я Но я маленькая Я этого что Не Понимаю Поэтому Когда речь идет о понятийных понятиях Речь идет Может только о взрослом человеке А в случае с ребенком В случае с ребенком Понимание мамы И вот такой инструмент Как расстановки Возможно Облегчат девочке Возможность Довериться Специалист Смотри Как я ставлю задачу Облегчить Возможность Взаимодействия С крайне Сакральным Терапевтом Как тебе Такое Предложение Если Сопутствующим И побочным Эффектом Будет что-то Более Глубокое Нет вопросов Но я вот Размышляю Как мы пойдем Через что Пойдем И зачем Вы же Продолжите Работу С этим Специалистом Правильно Конечно Да Если Получится Галя Я настаивать Не буду Возьмешь Контакт Может даже Посмотрим Покажешь Что у нас Там Получилось Но Если Человек Не в теме Сильно Напрягаться Не надо Нам Достаточно Чтобы человек Подтвердит Твои работы Либо мы Сделали что-то И есть Контакт С ребенком Лучше Потому что Крайний Сакральный Терапевт Работает С собой Руками Он чувствует Все ритмы Которые Там Есть В цели Он работает Своей энергией В первую очередь Знаниями Так я предлагаю Чтобы даже Мы можем Ну вот давайте Я сейчас Делаю Мне маркер Того что мы Что-то сделали Или пошли Результаты Не только Работа с Крайний Сакральным Терапевтом Может быть Она по-любому Это первое И важное А в том числе То что Ева Перестанет Сопротивляться Обучающим Специалистам Которые С ней Взаимодействуют Потому что Это в том числе У нее есть И из-за этого Тоже есть Трудности Некоторые То есть Она Она как бы Стоит на страже Того Что Хочет Говорить Да Теперь Мне же не показалось Что у нее В результате У нее появилось Что она Самый привет Сказала Да Да Она сегодня Много Новых Не очень Четко Но слов Сказала Еще даже После сеанса Вона не только Сему Сказала Привет Будучи На сеансе Украинского Сакрального Терапевта Вона Хочет Пити Я кажу Йова Ты хочешь Пити Вона Каже Пити Я тоди Ну Тобто Я Узадачую Її До Я Стимулюю До того Чтобы Она говорила И вона Мені Каже Пити Все Отлично Отлично Поэтому Вот эта Пошаговая Работа Понимание Родителей Самое Тяжелое В расстановках Вы меня Все Поддержите Это Ожидание Результатов Согласны Потому что Иногда Они Придумываются И Натягиваются На уши Это Они Есть Так А Если Результатов Нет Ну Какой Дурак Будет Заниматься Я Сегодня Кстати Когда писала В сети Ростанок Это Я Предваряю Завтрашний Сатсанг И еще Буду писать Я написала Несколько Случаев Которые За эти Годы Следились Но Они Все Отслежены Гадами Гадами Когда Человек Приходит Чтобы Покупать Мне эту Машину Не Покупать Мне эту Машину Ну Дорогая Машина Работаем Через Два Дня Он Звонит Говорит Служительно Ну У меня Есть Таган Которые Я Дом Купил Понимаешь Живут До сих Пор Или Тоже Опять Ребята Дом Купили Батюшка Там Ходил Все Ходили Все Там У них Сыпется И все Прям Череда Неудач За год Не могли К дому Привык Начинаем Работать Выходим На то Что Систем Люди Которые Продали Методом Там Поздравляю Что Пить Что Бротишь Это Не Страшно Я Так Делал Несколько Раз Игорь Ну Правильно Это Процессы Пошли Социум Наказал То За то Что Дейное За Какие Неприятности Кто-то Не Понес Наказание Значит Наказание Вместо Этого Будут Нести Другие За Совершенно Другие Дела Понимаете Так Системно Рассматривать Итак Я буду Стараться Писать Пролонгированные Результаты От Ростановок Причем Это же Подтверждают Люди Не Сама Призна Это то Что Заставляет Все-таки Идти Дальше Итак Мы Два Момента Сделали Первое Несопротивление Помогающим Специалистам Так И На первое Место Ставим И Сотрудничество Более Доверительного Отношения К тому Крайне Сакральному Терапевту Как маркеры Вот такие Ну если там Побочка Какая-то Будет В виде Появления Новых Слов Еще Чего Еще Чего Ну посмотрим Что Проси нас Работ Опаньки Ну да Проси нас Работ Давай Группа Поработайте Пожалуйста Для меня И со мной Да Итак По праву Ведущей Курса Премьера Или кто там Как мне там Обозвать Вот Я Прошу тебя Галя Взять на себя Роль Ведущей Этой работы По рукой По рукой Моему Это твое Ты практикующий Расстановщик Ты много Учишься И Наше Ну личное Скажем так Общение В течение Этих лет Доказывает Мне Что ты способна Попадать В состояние Медопозиции И не связывать Любые Вернее Твои эмоциональные Там Еще какие-то Моменты Они непременно Будут Но ты Отследи Что тебе Удастся Из-под них Выходить Особенно Вот наше Последнее С тобой Общение Взвешенность Которые Ты мне Доказательно Демонстрируешь Что при всех Переживаниях Через которые Ты идешь Рассудок Остается Здравым Это круто Максик Помощничек Ты наш Яночка Я рада Пусть он С нами Будет Котенок Если Удастся Включенным Держать Это наша Подсказочка Наша Помощничек Хорошо Что Можно назначение Секундочку Подожди Сейчас Я спрощу Игорь Ты Нас будет Интересовать Только ощущения Если ты Не можешь Подключать Камеру Вконтакте Можешь Оставаться Так Я Все Больше Остальное Все лишнее Итак Все Галя Я оставляю За собой Право Иногда Быть участником Процесса На уровне Я рядом С тобой Как Котерапевт Хорошо Ну Все равно Я буду Просить У вас Помощи Это нормально Потому что Ну Хорошо Так Да То как Я Как вы Говорили Работать По одному С одним И по другому Когда сам Работаешь Да Да Это по-разному Давай Просто подумай Прикинь Вот вся терминология Которая связана С энергетикой мозга Вся терминология Которая связана Со строением мозга У нас Это будет опорука Как ключ Что мы будем Опираться На возможную Поддержку Или комментарии Ранее Сакрального терапевта Хорошо Мы знаем Что мозг Из чего-то состоит Мы с вами Это знаем Да Я знаю Что В мозге Есть ткани И жидкость Мы это знаем Мы предполагаем Если что не так Поэтому Давай Предполагай Каля пожалуйста Сама предполагай Через что ты хотела бы пойти Идем Ну для начала Мне хочется поставить Конечно Саму по себе Я думаю Еву Или все-таки Еву Артикуляционная Формация Ева Ближе То есть смотри Нас систему пустит Даже если мы вообще Одну клетку поставим Скорее всего Понимаешь Поэтому зачем нам В качестве фокуса Выбирать там Еву Еще что-то Крайний сакральный терапевт Работает не со всей Евой Крайний сакральный терапевт Работает с энергией Хорошо Тогда Предлагаю за фокус Артикуляционную формацию Еву Вот так Да Артикуляционная формация Как его зовут Крайний сакральный терапевт И все Это комплекс Составляющих Которые состоят Из Того Что управляет Этой самой Артикуляцией У ребеночка есть импульс У нас есть импульс Что-то говорить Откуда идет импульс Понятия не имею Не ну Предположительно Я Из моего я Этот импульс Считывается В первую очередь Чем С тем Да В случае Ева Сейчас посмотрим Что у нее работает Хорошо Можно Да Марина Можно тебя назначить Марина Побудь Побудь Будь ласка Артикуляционная формация Я Я напишу 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 Это я Язык не переставила Мне просто Интересно Как только Только Марину Назначила Она У нее сразу Так глазки Как у Ева Начали бегать И вот она Так Знаете Замыкать рот Начала Да Намеренно Как будто бы У меня еще Добрый значение Я даже Отчувала Что я буду Нести Ну Информацию Да я Примирялась А Маринка Ага Я Чегось Прямо Мені треба Был рот Закривати Я прям Так Того роту Закривала І я прям Ну Вже є Можливість Відслідковувати Свої Иногда Ты це Робиш Ну Не думаючи А тут Я прям Відчуваю Що Мені хочется Як затолити Собі рота От А зараз У мене Одразу Після призначення Почла динаміка Мені хочеться Ці Губи Мені хочеться Їх тут Якось Всередину Рота Вивернути Тобто Оттуда Отак І очі Дійсно В мене Вони не Концентруються На Я як Марина Концентруюся Зараз На тобі А як На цій Інформації То От я Якось їх Вожу У мене Тут Якісь Яскраві Предмети Ну Я в кімнаті Сині У мене Тут Щось таке Типу Вони такі Різні Тут Зоши Якісь Олівці Я як Бігаю Прямо Так Очами І вони Дуже Дуже Тут Концентрація Така Прямо Напруга Мені Прямо Хочу Ну Мені Аж Важко Говорити Тобто Ну Я Така Вся Прямо Окей Так Окей Якщо чесно Рингерна Смотря на Це У мені Ваще Така Мисіль Знаєте То Що Вона Не Получила Грудного Скармливання І було В квізике Недоношеное Почему-то Всплывает Именно Вот Здесь Именно Вот Эти мысли Идет логика Мамы Да Мое пошло Чисто так Смотрю на нее Давай останем Я приду Давай останем В расстановочном Процессе В стратегии Концептуально В стратегии Которую мы С тобой Посмотрели Логика Расстановщика Логика Расстановщика Самый простой Вопрос Который Здесь Может возникнуть Расстановщика Ну это Это связано С системой Или все-таки С личностными Аспектами Развития Организма Можешь проверить Давай смотри То есть мы можем Тестировать Сейчас Попробуем А давай Такое хитрое Тестирование Сделаем Вот у меня Вот эта рука Первая рука И вот эта рука Вторая рука У тебя Какой расстановщик Что звенит Что ярче Я Западаю В другое Вот это Вот это В другое Да Но я Я западаю В другую Но более яркая Та То есть Я Ты сказала Это лежит Где-то в системе Или лежит Событий В ряду Марина Я тебе сразу скажу Смотреть можно И там И там Но Надежнее Вот мне что-то Так вот ведется Ребята Ну она Зачем ты молчит Да Давай распаковывай Хорошо Вот у меня Как предложение Такое Ну смотрите Думайте Окей Идем через то Зачем молчит Ева Зачем или о чем Это разные вещи О чем Зачем молчит У меня шум Жить остался Зачем Окей Это да О чем О чем молчит Ева Так Ну хорошо Ну это расстановочное Тут даже можно Крайне сакрально Не привязывать Согласна Согласна А с тех Других клеток Не будем пробовать Выставлять Пока идем Через артикулятор Ну пока даже Клеткам еще Не приблизились Не придвинулись Ну да Согласна Яркие динамики Ярко пошло Только назначили Артикуляционным аппаратом А сразу что Угу Угу Хорошо Так Все Идем Тогда Олечка Сирочук Побудь пожалуйста Информация О чем молчит Ева Доброе Хорошо О чем молчит Ева Ой Господи Извини Это мне что-то Прикрывалось У меня Тоже есть Свои реакции Сразу У меня Сразу же В районе Грудной клетки Такое Камешек положили Ну тяжеленькое Очень Очень тяжеленькое Здесь Угу У меня Можно? Угу Да-да-да Ну вот оно Еще больше И больше А теперь Я перестала Появу Я уже Я уже Оце Стримала Одразу Причем Читко Після Назначення Оли Хорошо Вот такая Прям Умана Галочка Комментарий Небольшой Сделаю Для вас Как для Росновщиков Мы могли Просто взять На предмет Забрать То что В артикле Не принадлежит Ей Могли Так Сделать Ну да Могли Могли Вывести Могли Поставить Дополнительный Фокус Информацию Причина Сопротивления Специалистам То есть Посмотрите У меня Просто У меня Как у Участника Системы И как у Ведущей Есть сразу Тоже Три сигнала Один От того Что мы Вывели О чем Молчит Ева Идет Из горла В сердце Один Из горла В Проекция Матки И еще Один В Проекцию Почки Со спины Левой Левая Почка Со спиной То есть Это Получается Сразу Три уровня Личный Личный Как я Ее носила Как она Была В животе И еще Родовой Почки В левой Как я понимаю Подавленность Систем Подавленность Поэтому Мы же Что бы Говорили Когда мы Начинали Работать С ребятками Беременная Ходила Когда Все эти Наши Говорили Что ходить Туда надо Не один Да Один раз Можно Знак Вырвать Да Я просто Тяжело Вывелась А потом Я опустила Вгляд И он Сфокусировался И я поняла Что я смотрю На окошко Игоря Я не вижу Но я Сюда Смотрю При этих Словах Мариночка Пишет Что начала Смотреть На волосы Гали Можем Ити Тогда В личное Как мы С Игорем Тогда Себя Вели Можем Можем Внести Трошки Я почала Дивиться На твои волосся И у меня Почалась Такая эмоция Как Заздрість Тобто Я Тебе Сто твоё Волосся И Мені Заздрість Тому Воно В тебе Таке гарне Гарне Вот Я Тебе Щас Попрошу Ты Не терапись Сейчас Виходить Ваши Личные Отношения С Игорем Потому Что Это Твой Мне Фонит Вот Как Котерапев Твоему Мне Фонит Твой Личный Страх Посмотрите Как Трудно Вести Работу Для Себя У тебя Большой Объём Информации И Есть Аспект Информации Наболевшие Ну Я думаю Это не самое Глубокое С того Что мы Здесь Можем Сейчас Увидеть Поэтому Хочется Уйти В самое Глубокое А не Повестись На первое Это Про Метапозицию Метапозиция У меня Заключается В том Что Видно Много Уровней Сразу Вот и Всё Не спеши Видно Ну и Смотри Во все Сразу Нам Ити Не надо Говори Игорь Что ты Хочешь Сказать Страх За Житя Речь Идёт О страхе Ребёнка Речь Идёт О вашем Страхе Нет Ребёнка Она Говорила Что это Наш Не спеши Нет Давай Мы Посмотрим Оленька А вот После того Когда Она Была уже В Охмадите Когда Страх Ну Мені Здається Что это Страх Втрати Життя Тому Більше Більше Боялась Шум Шуму Такой Какой-то Коли Закрутилась Когда Нормально Просто Когда Говорил Игорь Я понимаю Что Во-первых Очень Во-вторых У меня Дома Стал Такой Шум Но Это Внутренний Шум Во-вторых Я понимаю Что Я его Слышу Но Я вообще Не понимаю Чего Мне Говорить У меня Такое Можете Я плохо Я сейчас Плевать Я плохо Понимаю Обратите Внимание На одном Моем Услове Галя Будь Внимательна Мое Понимание Расстановщика Да Перестань Думать Сейчас Галя Окей Смотри Что происходит Твой опыт Твои знания Они Сейчас Начинают Вот так Вот так Вот так Вот так Вот перестань Думать И смотри Спрашивай Потому что Игорь Начал Говорить Ладно Нормально И опять Игорь Начал Что Говорить Событийные Моменты И при этом Вот как Только Игорь Начал Говорить Появился Эльдарчик И у Оли Там Пошел Вот такой Вот Шум Это Чувствовать Есть Смысл Перестань Галя Думать Вот Сейчас Наблюдай От Расстановщика Только Одно Кого Спросить Все Окей Я бы Тогда Шла Туда Где Ну что Ты же Ни Опас Не Сделала Как Игорь Поговорил Девочки Отозвались Маринка Как ты Отреагировала Ну да Я Игоря Чула У меня Такие Дуже Теплые 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 Почутя Что Он Говорил Я Навіть Не Зрозумела От Вин Мені Говорил Як Дорослые Речи Вот Так Тобто Что Он Говорил Такие Тепли Просто Галя Обрати Внимание Что Я Закричала Перестань Думать Ни Оля Непросмыслы Ни Марина Непросмыслы Реакция Но она Непросмыслы Теперь Есть Необходимо Спросить Что Теперь Поменялось После того Как они Высказали Сейчас Только Две Действующие Фигуры Артикуляция И о чем Молчит Оля И ты Как мама Реагируешь У тебя Отозвались Вот такие Вот вещи Ты Умеешь Отслеживать Угу Ну вот оно Контрольное Марина Непросмыслы И Оля Что Непросмыслы Отслеживай Сейчас Что у них В состояниях Поменялось Так Состояние Олечка Что у тебя С твоим Состоянием После всего Стала Немножко Спокойнее Я увидела Марину Но Вот это Состояние Объяснить Я плохо Соображаю Вот я Реально Реально Вот у меня Тут Стоит Я не могу Сфокусироваться Я не могу Думать Вообще Прямо Такое Но вот Сейчас Я увидела Марину Оля Господи Галь Уточни Она кто Состояние События Человек Не верь ей Хорошо Ты что Я что-то Вижу Давай Как ты Состояние Ты о чем Состояние Да Состояние Человек Явление События Да События Ваше Понимаете У меня Такое Происходит Сейчас Отлично Норм Оно нам Знакомо Да Тащи Кота Ильдар Ильдар Тащи Кота Оно нам Даже Даже Не вот Этот Шум Слушайте Это Состояние Арина Герова Вот А теперь Выводи Кому Оно Принадлежит Понимаешь Хорошо Богдан Кому Принадлежит Это Состояние Которое Отображает Фигура О чем Молчатье И сразу Наблюдать Что с Мариной Происходит И как Оля Отзовется Я Прям Отловила Смежной Сигнал Сразу Сердце И почка Отреагировали Вместе Четко Мама Четко Мама 3-4 Цифры Четко Мама 3-4 Цифры О каких Цифрах Идет Речь Поколение То есть Женское Поколение Отношения Мамы И детей В этих Поколения Вы Когда Рассказали Отношения Мамы И Детерей У меня Я стал Чувствовать Сердце И меня Начало Заваливать Влево Влево Начало Заваливать Галя Наблюдай Задавай Вопросы Теперь Смотри Расстановщик Гипотезы Вот там Потом Опрос Опрос Наблюдай За ней Мне Не хочется Просто Вывести Практически Сразу Что Произошло Я понимаю Это Многоуровнево Хорошо Многоуровнево Галочка Понимаешь У нас Есть Артикуляция Есть Состояние О чем Молчит Есть Состояние Есть Кому Принадлежит Не надо Идти Дальше Можно Я Вклинюся И Можливо Что-то Прояснится Не знаю Игорь Стоп Тебе делали Назначение Ну Я понимаю Вот смотри Что такое Что такое Расстановки Без логики Нельзя Но сейчас Пока рулит Логика Тревога Лично Наслаивается Да Игорь переживает У него есть Знание Расстановщика И вот Это то Что Богдану Мешало Работать В понедельник Понимаешь Вот это Вот Сила Мужская Инициатива Надо Как мне Надо Вот Вот оно Все Все Вот Хорошо После Выведения Фигуры Которые Которые Назначили На Богдана Марина Как у тебя Реакция Так Ты заметно Изменилась Да Мене Почало Хилити На левую сторону Причем Так Прям Так Вражение Что Мене Туди Что Прям Тягне Я А Ее Тоже Ощущение Да Оля Что У тебя После того Как они Проговорили И вывели Это Состояние Я Сижу И Я Все Глубже Глубже Внутри Себя Я Слушай Мне так Тяжело Всех Слышать И Понимать Речь Я Просто Сижу И Я Прикладываю Все усилия Чтобы понять Что Марина Говорила Я Такое Почтение Что Меня Что-то Отделяет Ну Я Как бы И слышу Плохо Не то Что там Говорить Я Вот Каком-то Что-то Отделяет Меня Я Как будто Дальше Я Не знаю Как Объяснить Хорошо А теперь Богдан После Я Хочу Сказать Как Богдан По поводу Сегодняшней Нашей встречи Что в принципе За минут 30 До урока У меня был жесткий Расфокус Один на чем Не мог сконцентрироваться И во время уже Когда там Елена Германовна Говорила Я постоянно Выпадал То есть Она что-то говорит Так А я А я Постоянно Расфокус Какой-то На чем-то Фокусироваться Вообще Невозможно Хорошо А то О чем Ты говорил До этого Это Желание удушить Так От того Что случилось Удушить При этом Еще до этого Были наблюдения Следующие У меня Был прикован Взгляд Именно К Ирине Германовне Туда я видел Периферии И у меня На тебя Было ощущение Гнева Вот А когда Игорь Хочется Так ворвался Да То У меня Сразу Отвело Он мне Как-то Такой Сильно Невыносимый Был И Очень Сильная На него Злость Была Ну и Когда Марина Да Это я написал Хотелось Просто Ее удушить Причем Что Чем больше Она говорила Тем Это желание Возрастало Сейчас Мерзнут Конечности И в принципе Холодно Становится Галя Вот смотри Я помолюсь Вы с Игорем Классные Расстановщики Вы такие Чувствительные Но до тех пор Пока на первом месте Будет желание Узнать Желание Распаковать Идти за гипотезой Это все-таки Все идет От Ума Вот объективно Выявили Артикуляцию Так Чем медленнее Здесь Тем лучше Попрошу тебя Сейчас Позволь Марине Поговорить Проследить Что было Сначала До сегодняшнего Момента И вот так Каждому В этом процессе Будет идти Снижение Некого Напряжения Если мы Пойдем Сейчас Вглубь Подожди Если мы Сейчас Пойдем Вглубь То мы Не дадим Разрядиться Напряжению На этих Уровнях Вот смотри Я не знаю Видела ли Ты Ты видела Как работает Тиана Ты видела Как работают Разные люди Самые сильные Моменты работы Это когда Работа идет Как Медленно Есть ситуация Где надо Нести на скорости Но ты почувствуешь Вот я сейчас Против Большой скорости Углубления Вот почему То напряжение Которое Обеспечивает Задержку Речи У братика И у сестрички Оно очень Высокое Значит Струночка Какая Натянута Да Летать Надо Когда энергии Нет Летать И скорость Перемен Отмечать Когда энергия Идет Еле Еле Вот тогда Да А что ты А что ты А что ты А что ты А здесь То есть Вот тут Как получается Тише Едешь Дальше Будешь Не от того Места Куда едешь Значит Вероятность Дойти До Процесса Вот здесь Вот здесь Вот так Поговори Сейчас Я как участник Этого И когда увидела Что у Богдана Реакция У души У меня Я могу Прореагировать Как участник Рода Сейчас не как ведущая И так далее У меня Отозвалось Нежелание Женщин Быть Матерями И брать на себя Вот такую Нагрузку Ответственность У меня Мелькнуло Сразу еще И другое Какое-то время В сети Была информация Когда мама Утопила Двоих деток Шести Семь лет Первое Что меня Выстрелило Она совершила Подвиг Спасения Потому что Тот ужас Который Проходила Мама Ну как все Кто Выпадал Стрелами Вот в чем Она спасала Детей От страха Смерть Я Не могу Сейчас говорю Меня никто Не спрашивает Это мое Я не знаю Я не знаю Но у меня Есть личный опыт Который Побуждает Меня Действовать Так же Есть личный опыт Злости В работе В расстановочной Злости Старших Нарожающих Матерей Женщин Потому что Это лишние рты Это лишние заботы Ты себе Такой Позволяешь Как ты Воспитывать Его Собираешься Это моя бабушка Еще Когда живая Чем ты его кормить Будешь Понимаешь Да Вот И все это Связано В первую очередь С чем? С библиотекой Памяти С тем Что они пережили Сложные времена Посмотри Ты Чувствующая Вспоминая У нас было время Когда я криком Кричала Галя не ходи В поле У тебя Это вызывало Протест И спасибо Что ты Пережила Этот протест Вот сейчас Ты начнешь Понимать Что есть ситуации Где надо торопиться Ужасно Как? Медленно Медленно Ужасно Медленно Вот сегодня Когда мы с Владом Работаем Если мне удастся Выйти ему на то Что найти незнакомое слово Важнее Чем Все прочитать Вот тогда Начнется Какая-то работа Потому что Поколение Сейчас подростков Деток Маленьких Это поколение Высочайших скоростей А высоко Летать Легче Чем низко И быстро Летать Легче Чем медленно И вот эти вот скорости А сейчас смотри Игорю хочется Тебе хочется Шикарно Вы имеете Напряжение много Да Да И посмотри Какой шум пошел Ильдары Все там устроили Оленьки Максик Сактивизировался Никитка Бегает У меня на удивление Тихо Странно Как-то Не сглазить Вот Конечно Это и есть Вот тот вот Шум Который мы можем Выровнять Только чем Вот иди Сейчас вопрос По новой Терпеливо Нудно И как Медленно Давай Маринка Как ты себя Чувствуешь Сейчас Ну Насправді У меня Тут Тут Теж Такий Прям Коротобородаж Насправді Класс Насправді Насправді Дуже 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 Истерика Два дні Просто Плач Все-таки Которые Которые будут Зараз Вибачьте Нормально Все Закрутила Система Такая Маринка Такая 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 Це Окрема Окрема Исторія Просто Хотіла Поділитися Що Як Воно Все Розвертається Зараз Я Така Я Відчуваю Себе Дитиною Я В якомусь Своєму Світі От Я На вас Всіх Дивлюсь Ви Для Мене Дуже Дорослі Якісь Тільки Речі Говорите Які Мені Незрозуміли Як Для Дитини Я Щось Чую Я Концентруюся Більше На Яких Ось Предметах Яскравих От Мене Я Не хочу Навіть Мені Важко Говорити Я Хочу Жити В своєму Якому Світі Отак Ось Прямо Таке Враження Що я В якомусь Чекокані Чи Щось В такому Якомусь У мене Мені Дуже Важливо Що Є Речі Якісь Речі Які Мені Подобаються Мені Прямо Так Хочеться Якось Я Б Сіла Помалювала Ну Тобто Ось Такого Плану А Ви Мені Як Фон Але Я Таке Враження Що Не Розумію Що Ви Ні Іноземною Мовою Розмовляєте Я Навіть Зараз Сижу Вибачте Сижу І Дивлюсь На тебе Галь І мені Аж хочеться От Для мене Високо Галя Я попрошу Тебя Щас Як маму Сказати Дорога Доченька Моя Маленька Дівчинка Це твой Мир Це твій світ Тебе В ньому Хорошо Тобі В ньому Добро І ми Тебя Зажедемося Ми Тебе Дочекаємось Як тобі Удобно Так і будеш З нами Общати І з цим Сміром Вокруг Як тобі Зручно Так і будеш З нами Спілкуватися І з світом Довком Ми Тебе В цьому Любимо Такое Тебе Те Що Ти Говорила Я Незрозуміла Але Те Що Ми Тебе Любимо Боже Мені Так Приємно Тебе Можна Дорога Доченька Тебе Можна Манюнь Можна Манюнься Такой Мені Прям Так Хочеться Можна Тебе Можна Все Манюнь Дуже Приємно Чуті Особливо Манюньце Вобщо Мені Викликає Такі Прям Щось Мені Прям Що І Вот Прям Зараз Мені Якось Себе Відчуваю Мені Легше Мені Прям Хочеться Побігти Там Малыш Который К нам Здашенька Пришел Очень Далон Этим Деткам Сейчас Уже 25 С лишним В садике Гробка У нас Было Мы ждали Этого Малыша Занятие Семен Голым Поперек Коридора Валялся И Пока Он Просто Зашел И Сел Респект Маме Там Мамою Твоя Тезка Галя Да Она Держалась И Продолжала Приводить Его На занятия Исключительно Из-за доверия К нам Понимаешь Как Исключительно Из-за доверия К нам Это Была Одна Из Самых Тяжелых Работ Получилось Что Садик У нас Пробал Где-то Года Три Наверное Двадцать Представьте Этому Мальчику Сегодня Двадцать Четыре Или Двадцать Пять Лет Детки Я их Поименно Всех Хорошо Помню Мы В контакте С родителями Со многими Но Самое Трудное Было Помочь Маме Дождаться Пока Он Что-то Сделает И Когда я Садилась За пианино В малинку В сад Пойдем Еще Что-то Папа Одного Из ребят Который Примерно Такой Же Был И что Старие Детей Воспитывали Я сижу Думаю Дорогой Дай бог Чтобы они Хоть чуть-чуть Возле нас Что-то Задержали Потому Потому что Раннее Развитие Это люди Которые Пришли В теме Раннее Развитие И английский То и то Это Какой Английский Пусть Он по своему Желанию К стульчику Подойдет А сегодня Вы тоже И ты Игорь Вы хотите Чтобы детки Что делали Развивались И специалисты Тоже Что хотят Развитие А у них Свои Колгости Они По определению Не могут Соответствовать Нашим Взрослым Ожиданиям Ожиданиям Я не знаю Почему Но вы можете Отметить Вот так Тихо И медленно Я говорю Не часто Так Богдан Для меня У меня вот Изнутри Растет Желание Что Что Уменьшать Количество Шума Да И напряжение Так Давай Веди Опрос Дальше Что У Оле Происходит Оля Як Височую Что Я Відреаговала На твои слова Але Знову Я Дуже Важко Розумію Тобто Мені Прям Треба Оля Состояння Олі Мені Треба Прикладывать Зусилля Бо Інформація Вще Нічого Не Розуміє Ну Як Б Не Зовсім Нічого Але Дуже Мало Я Дивилась На Маріну Що Вона Сказала Я Намагалась Почути Але Мені Так Важко І Мені Цілили Мені Дуже Важко Чути Звуки Якісь Мені Ці Звуки Вони Мені Просто Мені Фізично Стає Важко Я І так Не можу Сконцентруватися Ці звуки Мені Вище Просто Виносять Розумієш Мені Просто Вони Важко І В принципі Ми зараз Пішли З кухні Десь далеко Ці волни Поменше От цього Шума Його Дуже Багато І Звукового Шума І Такого Прям Енергетичного Шума І від Цього Я Просто Вище Вони Виносить Я В цьому Станні Так Продовжую В цьому стані Що Він Легше Трошки Але Мені Важко Сконцентруватися От Єдине Що На твої слова Коли Ти сказала Дуже Я відрагувала Що Тебе є Тіпа Коли Гірна Сказала Що Ти можеш Бути Там Скільки Тебе У тебе Як Хочеш Так Розумі Тоді Мені Стало Легше У мене Слєзи Тільки На ці Слова Була Реакція Остання Це Я Реально Десь Випадаю В якийсь Свій Мір І Смотрите В чому Галя Смотри З чим Ми Діти Должны Быть Какими Послушными Правильно Так Или Не так Яка Слухняна Діточка Який Слухняна Хвалчик Это Высшая Похвала От бабушек От дедушек И Родители У родителей Времени Дождаться Послушания Детей Как правило Что Нет Вспоминайте Своих Мам Вспоминайте Бабушек Дедушек Кто Терпеливо Может ждать Пока Непослушный Ребенок Соизволит Понять Чего От него Хотят Вот мы С чем Здесь Столкнулись Маме Некогда Папе Некогда Ребенок Должен Соответствовать Еще и пословицу Скажут Какую Люби Как душу Тряси Как Груш Ну не добавляй Что трясти Надо лет Это 7-8-9-12 Не раньше И все Восхищались Продвинутые Традициями Японского Воспитания Что там До 5 лет Ему разрешают Все что Можно Слышали Про такое Не в наших Традициях Ребенку Вообще Разрешать Все что Ему Хочется Это Насколько Правильно Столько Неправильно Но Терпение Делает Больше Смотри Галь Я не пошутила Ребята Откуда Действительно Я не хочу Ни скорость Увеличивать Ни голос Повышать Это то С чем мы Столкнулись С тобой С самого начала У тебя Как у человека Очень Информированный Я же Чего мне К вам С Игорем Подлизываться Называй Вечи Своими именами Начала Говорить Про тебя С Игорем У меня Сразу Мои Германовские Интонации Появились Ускорились Очень Вот И мы Начали Бушкаться Я же вижу Это я тебе Кричу Галя не думай Галя выключи Галя не думай Галя Тормози У Марина Состояние Вот от этого Уходило Небыстро Так Состояние Небыстро И сейчас Богдан Первый Кто проявил Вот эту Суровую Правду Жестокую Да чтоб Вы все Дохли У тебя Не было Таких Слов Богдан А задушить Хотелось Правильно И об этом Вслух Говорить Как Разве Что У бабушки Выскочила Ты мозгами С твоими Думаешь На что Ты их Рожаешь И ты посмотри Галя Я опять вернусь К ситуации Когда мы с тобой На Константиновской Я посмотрела И думаю Сколько детей Это еще Сколько детей Еще Я же не знала Что их еще Трое будет Понимаешь Смотри А фраза Прозвучала Какая Дети Как оправдание Дети Как смысл Дети Мне что Нужны Оля Такие же слова Прозвучали Хочу детей Или Маринка Это у тебя Прозвучало Хочу детей Видеть детей Приятно То что Это потребность Ева Общаться с детками Это понятно Нас на нее интересует Женщина Горда Своим Правом Рожать Детей Это хорошо И автоматом Она требует Что Уважение И заботы Угу Угу Галя Когда я столкнулась С тем Какую заботу Государство Оказывает Многодетным Семьям Я до сих пор В шоке от этого В советское время Многодетные семьи На 60 копеек Меньше платили За квартиру Я была В женсовете Там Ну Куча там Родных И были Я была В шоке Изуродованности Психологии Мамы Которых много Детей Много у меня Этих историй Разных Сейчас Я поделюсь Ребята Сразу Походу Еще чем С нейрофизиологами Было интересно Несколько программ В одном центре Когда вспомним Со Светой Ройс Мы пересеклись Там еще Обнимались Я радовалась Что нейрофизиологи На службу Психологов Правда Оттуда Одну скажу Такой классно Подготовленный Курс Прямо У меня Презентация Перед глазниками Стоит И парень Рассказывает Молодой человек Он говорит Если ваш ребенок Молча Втыкает Знаете Ну я же свое Говорю Великую мощь Этого втыкания Формирование Связи Идет Предельно Активно И дальше Цифровой показатель Какое количество Нейронных связей Формируется У ребенков Вот такого возраста В процессе Вот этого самого Втыкания Это мы думаем Что оно воткнулось И ничего Не делает Это самый трепетный Процесс Которому надо Произойти Да И здесь Если ребеночек Чем-то увлечен Он вас Он вас не будет Слышать Он не может Слышать К нему надо Подойти Ласково-ласко Обнять Ласково-ласко Без вопля Сколько можно И без истерики Нахрена Это надо И так далее И так далее А ждаться Пока дитя Само глазоньки Поднимет Что-то сделать Я говорю Это уже Как Бабушка Которая На этой дороге Стоит Если я Зову внука Не важно Кушать Еще что-то Я завидомо Знаю Что он Меня что Не услышит И я должна Дойти И Ой что это У тебя Ты невероятно Трудный Это просто Нереально Это надо Не могу Гарю Не могу У меня сейчас На этой работе Вот я Слушаю Олю И у меня тоже Вот оно Знаешь Вы как терапевтическая Интервенция Сразу Поливает Ирина Германа Да А можно я еще скажу Ирина Германа Когда она говорит Спокойный голос Боже Такая бальзамная душа Я настолько прям Это тишина И вот этот Спокойный голос Никуда не спешить Никуда И я прям Я смотрю на эти игрушки У меня знаешь У меня тут начинает Голова шевелиться У меня такое ощущение Что я соображать Лучше начинаю Потому что я вообще Была в таком Я бы выносила А так я Я начинаю У меня резко Появляется Какое-то соображение И вот тихо И этот голос Он мне просто Как бальзам на душ Вот этот спокойный Рокный голос Я вспоминаю Еще раз работу Здравствуй Мишенька Зеленый Мишеньке 7 лет Прислали в ДПР Ну зеленый Тут зеленый Оля Идем дальше Мишенька Как тебе картиночка Что тут нарисовано Мишенька выдает А художник ошибся Он неправильно Цвета радуги нарисовал Вы услышали Ответ Как дела Здравствуй А у меня зеленый Я что должна Сказать Что он ненормальный Правильно Тут смотрю на картиночку А этот 7 летний Увидел сразу Что перепутаны Цвета радуги Ага Ну у меня сразу Было одно Объяснение Что в семье Пятеро детей Семья Потрясающая семья И там никто никогда Леток не слушает И мальчик быстро понял Что если взрослый спрашивает Отвечать надо как? Быстро А что говорит? Не умножить Я спросила Он сказал Контакт установлен Если бы я была Ну у него работа Он который его смотрел Я бы могла даже не услышать Слово зеленое Он там что-то муркнул Аж ему здрасте сказала Значит автоматом Его зеленое Я как должна была услышать Он привет Понимаешь? Вот такие сложные Вот такие вещи А у вас в семье много И вокруг И девочки народу Тоже что? Много И от нее всем что? Чего? Чего быть? Надо И смотри какая ты Боевая кипучая Какой Игорь боевой Кипучий С самого начала работы Страстное желание Вглубь Только с уважением К этому желанию Надо Ну как надо Получать Мамме начинается Медленно Богдан Что ты чувствуешь Что происходит? Богдан Мне ничего не хочется Говорить А состояние? Состояние Убаюкивано Убаюкивано Убаюкали Вы меня В общем А теперь смотрите Вспоминайте У многих Становщиков Пошла одна Тема хорошая Недобаюканная Мультик там Такой был Песенка Такая была Она такая выханная А мы сейчас Кое-что сделаем Галь Можно? Да Яночка Будет тем О чем я подумала? Наташа Будь тем О чем я подумала Внимание Если у Оли У Богдана Марины Что-то отзовется Да Но мне важно Яна Что у тебя? У меня С этой стороны Дискомфорт Который Вот отсюда И глаз Задевает Очень странное Чувство И посмотри К у нее Глаза двигаются Галь, видишь? Угу Наташа Что у тебя? Хочется Посмехаться Так Такая Посмешка Ну Прям такая Начина Играна Вот так Галя Я попросила Яну Быть твоим состоянием В начале работы А Наташу Твоим состоянием Сейчас Как ты думаешь Почему я Ну Пошла На это Потому что Я один из тех Кто формирует ее Да А перед этим Мы много говорили О расстановщике Его мета Позиции Поэтому Когда я сказала Галочка Сама проведешь работу Я была Абсолютно Уверена Что у нас Тут будет Три в одном Ты Галя Ты Мама И ты Профессиональный Обстановщик Ты Сейчас Себя Чувствуешь Так же Как в начале Или по-другому Какое-то Напряжение Ушло В какая-то Часть По-другому Игорь Что у тебя Поменялось Я Захопленням Дивлюся На весь Процесс Розстановки У меня У меня Стабильный Спокий Всередине Единый Перикард Начинает Пекти И я так Просто Дышу 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 Дыши Просто Дыши Если будет Что-то Ты знаешь Вот Точка Ножпы Или Хотя бы Вот Эту Точку Ножпы А Кстати Когда Были Сделаны Назначение Яна И Наташу Мариночка Что-то У тебя Я чула Я Я чула Наташу Яну Я не чула Галь Поняла Да У меня Ну Слишком Слишком Опять Для меня Голосно То есть Я пока В таком Состоянии Когда Ирина Германа Говорила Спокойствие Туда Я Начинаю Соображать Туда Я успокаиваюсь Игорь Игорь Как тебе То Что Происходит Я думаю Тато В момент Мы поржали Два Ангела На земле Они Создано Не любят Друг друга Но когда Они находятся Ближе Их страсть Их сил Их чувства Страшные Апокалипсия Сделаются Да И я не пошутила Вы можете Поржать Еще раз Ну Это та правда Которая Происходит Я вот Реально Сейчас Такая Раздраженная Из Из самых Основ Себя Я даже Не знаю Присоединилась К фигуре Борисенко Богдан Вот с этой Яростью Вот опять Вот эта ярость Помните Я высказывала Недавно Я просто За ней наблюдаю Более спокойно Она меня не управляет Посмотрите Какой урок Значит Сейчас в работе Солдат один есть И как он сказал Я был такой добрый Я был такой добрый До войны А теперь я стала Такой злой Говорит мне Война меня сломала Я категорически Отказалась Соглашаться С этими словами Говорю нет Она сделала Тебя сильнее Игорь Гарин Те знания Которые у вас есть У меня сейчас будет Сердечный припадок Я не знаю Как Из какой силы Вам это сказать Или заткнетесь Почувствуете Свою силу И вся эта страсть Пойдет во благо Любой Да Вот оседлать Эту силу Не отказаться Просто Людать Внутри Пока она Подчинится Вот Галя Ты говоришь Сейчас Поднимусь Ну ты же в теле Поднялась Правда? Ну Это похоже Опять как Очень много Злости И не вся Моя Ну конечно Я Да не важно Подожди Опять Ты на вопрос Не ответила Это в теле Или ум кипит? В теле Вот и наблюдай Напряжение Очень из тела Вот и наблюдай За этим напряжением В теле И когда я попросила Марину Попасть в состояние Марина Как раз Ну я верю Что у нее Хоть что-то Да получилось Вот тебе теперь Галя задание Такое же Как Марине Работаю Я буду разговаривать С Игорем Понаблюдать За этой злостью И попади В состояние Когда эта злость Почувствуется Как сила Наша Твоя Игорь Что у тебя Объективно В теле Включим Видео Пока они работают Наблюдайте Все За собой Потому что Наташа И Яна Сейчас будем Смотреть Как у Галя Получилось Или нет Физические ощущения В теле Игорь Резких Змін В теле Немає Едине Что Это Біль В поперек Она Завжди Присутня Потому что Там Три Грижи Ребята Скажите У Игоря Сейчас Голос Напряженный Или более Менее ровный Я не знаю Как вы это Слышите Меньше Страсти Я даже Услышала В первый раз Я услышала И это Не было Мне больно Ты смотри Какая мощь Игорь Ты Научился Признавать То что Есть И когда Тебя Бесит Это Тело А ты Вдох Выдох Наблюдаешь Я вернусь К больному Сегодня Когда я слышу В очередной раз Люди Тот с этажа Шагнул Тот утопился Та детей Утопила Еще Вот Это Сила Силища Это Сила Силища Которой Люди Имеют Право Научиться Управлять А ты Ей не Верь Не Не Отвалиться Было бы Удивительно Если бы твоя Голова После ранений После контузий После ужаса Который Ты прошел Было бы Удивительно Если бы она У тебя Не болела Галя Пишет Богдан Что он На тебя Смотрит И появляется Улыбка Наташа Что у тебя Происходит У меня Такие Я так Безра Поплакала Просто Я сажу И ревлю Просто Не даю Ходу слезам Замутился А я бы Порачала Галя Галя А почему Игоря Почему ты Не даешь Ходу слезам Вокруг тебя Толпы нет Потому что Мужики Не плачут Посмотри Что сейчас Делает Игорь Это Психолог Расстановщик Бред Вот это Сейчас Говорит То есть Тобой Руководит Ум Станутки Ума Тело Сказало Сейчас Сброшу Напряжение Через слезы Да А Игорь Спрятался Вот эту Дебильную Фразу Мужики Не плачут Да Они плачут Они просто Убивают Да И все Как Там у Маринки Процессы Интересные Пошли Отдыхает Может быть Игорь Ты услышал Почему я назвала Мужики Не плачут Почему я Погневалась На это Почему При начальстве При подчиненных А сейчас идет работа На тебя никто не смотрит Старинка в глаз попала Говори Богдан Я хотел отметить В лице Изменилась У меня так тепло Мягко стало Ребята Посмотрите Смотри Галя Идти сегодня Ширь Разворачивать Мы и так уже Два часа сидим Понимаешь Разворачивать Разворачивать Идти вглубь Какой смысл Я вас чую Я вас чую Ну таке вражение От у меня Зараз Такие Спогади Когда у Батьков Была Какая вечерка Я уже Так В спадке Хотела Я даже Свою подушечку Взяла Меню Я так Прямо вся Но у меня Дуже Дуже Нижние Почуття До Игоря Прямо Настяки Нижние Прямо Я на него Дивлюсь У меня Настяки Любови До него Прямо Такий Він Мені Прямо Гаря Информація Тебе Два человека Несет Яна Яна Который Идет Раньше Говори Яночка Яна Сейчас Мне голова Взорвется У меня Было Очень тяжелое Состояние Такое впечатление Будто Четыре Ролика Вот так Вот скрещивались И вот так Вот все Здесь Перемешивалось Потом Стало Немножко Легче И Там Как будто Все внутри Кипит Ну и Мне кажется Что Мне так Легче Поэтому Ребятки Я чем больше Продумаю Про Игоря И про Гаря Тем больше Хэнхок У меня Голова Там кто Не смотрел Там кто Не смотрел Этот фильм Там Замечательные Актеры Выграют Почему Хэнхок Это название Какого-то там Супа в пакетиках От фонаря Взято А у парня Этого Сверхспособность Он Сразу Нам демонстрирует Он там Может и Трамвай поднять Автобус И там Он приходит В одну семью Там отношения Налаживает Там потихонечку Разворачивается Это у нас К концу фильма Только мы понимаем Что есть два ангела С такой мощной Любовью Что когда они Чуть-чуть Приближаются Начинаются У всех Я стою на этом Вы сильные Игорь Красивые Сильные У нас как Чем ярче Личность Тем глубже Кризис Это мы уже После работы Может Будет У вас Сейчас Мы С вами Поспілкуемся Хорошо Точно Накинулась О господи И все время Сердце болеть Яночка Я надеюсь Что ты Свою твердость Сейчас проживаешь И свои Переживания По вопросу Как надо Свои Переживания По вопросу Как надо И Бука После трех Уже поздно Утол Вдвоем С Алешенькой Скачайте Книжечку Она в открытом доступе Есть В аудио формате Еще что-то За что Я Бука Уважаю Он Непрофессиональный Тупый Японец Который Набрызал За своим Ребеночком И как умный Человек Приходил К выводу Как умный Человек Приходил К выводу Что нельзя Что нельзя Что надо Что не надо И опять Вы знаете Вот это Мое Да Надо требовать Деток Вопрос Как и когда Важнее Терпения Ничего Нет Меня Чуть Выбило Наталья Можна еще Услышать Что у тебя Происходит У меня Стан Ривный Ну Тобто Мне уже Никого Не шкода Там Нема Агрессии Але Дуже Болять Вуха Просто Физично Они Болять И не Лива Не Права Два Вуха Одинаково Ну Я Всех Чую Там И так Далее Але Просто От Я не знаю Что с ними Робити Дуже Болять Почки Пошли Фильтровать Не знаю Не ну Наташенька Наташенька Она не в курсе Наших всех Уже Не ну я так На общее Понимание Что происходит В системе Игорь Спасибо тебе Игорь Что ты написала Что у него получилось Чтобы слезы Потому что Все вот эти Страсти Мордасти В которых Мы живем Пока Все эти Страсти Мордасти Губят здоровье Мы это Увидели Оля Которая молчит Можно еще спросить Что Что там У тебя Сейчас Как ты У меня Просто я вот сижу Смотри Если вначале Я думала Ну как бы Чувствовала себя Что я Не понимаю Не соображаю Из этого Шумно Энергия Вот такая Она меня выбивает На самом деле Очень Сейчас я Все четко Соображаю Но я настолько Знаешь Походу Такое ощущение Будто знаешь Когда Это я уже От себя Когда родители Холерики Вот такие Ребенок Такой Спокойный Матик Такой Который Ровный Я настолько Прям Где-то Вот в таком Каком-то Своем Ритме В таком Своем Ритме Теперь я Соображаю Теперь я вижу Но мне нужен Такой Так медленно Так спокойно Так нежно Понимаешь И тогда я Начинаю У меня тогда Голова Ясная Ясная Становится Можна Я вклинюся В то, что я почув Давай Я почув Наступне Єва Это Продолжение Галли Котра Ну Згалю Згалю На повышеному тоні Домовитись Про что-то Неможливо Тобто Ты мусишь Стати Рівно Вдихнути Видихнути И Спокойно Ей Сказать И Тоді Донается Долетает Так В секунде А коли Там В нервах Бегом Треба Треба Понятим Кулем Где ты Нафиг Все Я понял Все И там Взлетает Все И Тут У меня есть Такая защитная Реакция Четко Подождите Галя Подожди Опять Началось Ней Спокойно Ирина Германіна Честно У меня Корона Забита Цивахами Сотками То Як бы я там Не кидал головой Вона не впаде И чтобы вона не казала Вона на месте Залишится Словом Балтология Балтологию Але суть поділа Я почув І побачив Що потрібно Робити Не пугай Мені У мене Щас плохо Станет Точечно Методично Методично Без загрузу Ловити Настрій І подавати Їй те Чим ми Користуємося Тобто мовою І я розумію Чому вона Не може В садику Приймати Лікарівка Викладачів Вихователів Тому що Там є Оцей момент Десь може Крикнуть Десь може Щось не так зроблять А коли ми Стикуємося С родопедагогом Которий Ну для Єви Чуть не Бог То вона Виходить Після Заняття З нею І ляляка І пепака І проч Тобі ж Дякую Я зрозумію Все Хорош Ігор У мене Тебе Добре Просто просьба Ты сейчас Подвиг Совершаешь Оставайся В процессе І за всеми Этими Фродюбачними Моментами Позволяєш Себе Поплакать Подышать І понаблюдати За застанням Тела Обуздати Это Возможно Только терпением Дыханием Я не знаю Сейчас Правильно Или неправильно Ничего Ничего Не получится При этом Абсолютно Все получится С одним Маленьким Пустячком Каким Пустячком Ты Игорь О чем Я речь Товеду Фух Спешить Медленно Затыкаться Терпение И труд Затекаться С наслаждением Да Я сейчас Тебе скажу Так Пока Я тебе Не верю Я это Говорю Не для того Чтобы Упрекнуть Я честна Дрожит Каждая Клеточка Я Смыкаю Я сам Пока Что Не верю Чему Потому Что Я Розумію Что Немає Внутрішньої Стабільности Выдохни Стабильность Ему Нужна На заднице Сидишь Вот Тебе Самая Большая Стабильность Стабильность Ему Нужна Еще На президента Дух Погони Или Еще Там Куда Там Виноватых Поищи Или Быстро Найду Виноватых Я Лучше Прошу Прошу Смотри Как Все Просто Ребята Ну Что Я Когда На тебе Нарисим Нармальчик Яночка Не возражает Хитро молчит Во всем Все замечательно С Маринкой Конечно Наташа Ты тут Вообще Не приняла Помню Ты белая Пушистая Из всех Этих Какими словами Никак не назвать Понимаешь Как тут у нас Обстановочка Какая Нормальная Уже Битая Нас можно Вот и все Ребятки Цена Ты вопрос Какая Не верю Заорала Я ему не верю Это честно При этом я Вот Вот моё Не верю Вот оно Моё Не верю Я настолько В этом Уверена Зачем Иначе Мы вообще Все Как он Взывает Вот так Вот Все Непросто А тебе Спасибо Можно Поделиться Непросто Непросто Своей позиции Говори Пока Вот это Напряжение Я раскручиваю Постоянно Внутри Намерениями В молитве Пока молчу То Оно Так интересно Выглядит Оно Куда Куда Я адресую Мою молитву К моменту Когда мы Скажем Вот тут Мы сделаем Паузу Именно Паузу Это не Про Остановку Это не Про Так Не Возражаешь Да Ну Хотелось бы Еще Опросить Пожалуйста Важно Давай Да Маринка Что у тебя Сейчас Я Веревнялась До речи Цікаво Так Что Мені Тепер Стало Цікаво Що Виробити Як Вийшла У мене Я взяла Подушку За мій Захист Я спочатку З нею Виглядала Трошки Якось так Одним Моком Другим Зараз Я взяла Мені Важливо Щоб у мене Тут Був захист То Ця Частина Була Захищена І коли Я з цією Подушкою То мені Вже Цікаво Подивитися Що там У дорослих Там Десь Відбувається Прислухати Щось Там Пізне Якщо Мені Важко Є Зараз Забрати Добре Полечко Знову ж На предметах От у Маріни Я побачила Цього Подушку Потім Вона Якийсь Гарний Такий Олівець Держала Сині Якусь Ручку Держала Я теж На нього Звернула Вагу Тобто Я на таких Речах Концентруюся Тобто Мені це Треба Якийсь Такий Спокій Я собі В якомусь Чому Щось Розглядаю Щось Дивлюся Воно Мене цікавить Вони Теж Те Саме Предмети Мене цікавлять Предмети Я скраві Мені Я скраві Оце Ручка Мені Я тут Собі Назносила Що тут Є Такі Різні Тоже Кольорові Такі Воно Все Я його Там Розглядаю Ну Це Основний Посил Що Знаеш Цей Що було У мене Що я не зображаю Це я зображаю Мені просто Треба тиша І медленність Все Мене не дергали І все І мені добре Так І чим тише Тим краще Чим мене менше Текудість тянуть Тим краще Ну І все І тоді я вирівнялась Я зараз У мене ясність в голові З'явилась Відоміше Тепер можуть зображати А то я взагалі була Бува Мужчина не розуміла І мову не розуміла Не то, що говориться Мову не розуміла людей І мені було настільки Від цього шуму І цього Хаосу Забагато І вдома мене стало тихо Знаєш Це як поле Він тут зібралась Істрали І я Добавили А зараз так тихо І я прямо Мені добре Вони всі тихо Вони теж до речі тиша вдомі стало Це просто Передати слайду Що у мене тут було то бишь выходя через в одних данных я разумею ну я правильно разумею рекомендации такие что в доме мая быть и полнотиша нет а як в доме остается все как есть а вот к девочке обращаться тихонечко на ушко короче я так понял эта дитина пришла чтобы научить мне спелкуваться с дружиной потому что мне начинает нравиться и там не только еще голосно а еще ну повильно потому что я прямо меня выносит я перестаю изображать а коли я в своем темпе то я у меня резко и суть слуховой нейропатии то что нам поведомили дитина может как чути шепи так может и не чути реактивного летника но беда в чему беда в том что вона фразу может чути таким чином ну то я зараз скажу фразу чтобы вы понимали в чему суть там галя я тебя люблю так а а вона почуя га ю б все то бишь вот оця какафония вона не дает а я с информацией скажу что в таком хаосе я не хочу чути я изображать не могу понимаешь ну блин я просто любое движение любое обращение сказано как то неспокойно сразу сразу ну я еще могу добавить что что очень важно давать возможность залишить в своем просторе вот прямо на стихи мне хочется я когда почула что ты мне еще сказала какая-то там мусичка что я как-то так сказали манюня манюня я прямо ну ты мне когда дозволила слухай я розмальовку взяла про Гарри Поттера я тут я так розмальовала что мне тут аж тут шкрепило все тобто мне дозволили и дуже велика тактильность вот мне прям хочется что-то смяти таке прям ризно доторкаться как-то отстеживать но это в своем каком свете дозвол побути что мы и что ты знаешь таким ты так сказала что ты для меня это было так как просто був червоный 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 то ты мне сказала да можно все просто такое время что мне просто дали зеленый знаешь когда ты едешь от тебя зеленый 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 и ты таки вау вау ну так добавила да манюня тебе можно да я поднимаю марину что да оця нижность это спокойность дитина видно такая дитина манюня 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 вот это вот прям такая прям да я прям себя відчуваю такое прям мне это подушечко прям алёсик мое мое цепанька боже цепулька без иронии заметьте богдан вот у меня как информация до игоря просто страшенна любовь прям ну прям вот у меня хочется прям его прям причем неважно что он говорит вообще тут я не розумею про что он а вот сам еще вот прям почуття такие нижние нижние лишь бы не кричал неважно проживали ребят вот я не знаю как галя вспоминайте обучение которого про скули шел да да какую дорогу должны пройти ребята которые за три месяца схватили сразу вот 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 эта информация чтобы выйти на понимание почему бард хеллингер вообще молчал дошла работа чтоб не сотросять воздух и чтобы все шло своим чередом и смотрите что у нас идет как только процессы начали идти сами по себе что-то начало происходить и в любой работе будет совершенно все как по разному я думаю галочка ты сейчас шикарный опыт приобрела как остановщик как все свои гипотезы предположения и все эти чойки что делать провести опрос а она не имется замедлиться провести опрос она не имется а потом надежда что-то и выстрелить остановимся да а у яночки курс молодого бойца обнимется с лёшенькой и скажет слушай а делать то ничего не надо просто за ним что наблюдать и не мешать а все рекомендации рекомендации ретевых мам бабушек и все воспринимать с уважением ждет и игнорирует выдохни игнорирует кричать спасибо без подколов и не с уважением ну мудростью делюсь ну что как как мать шестерых да 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 прошу прощения не пугай людей ну блин шестерые красоту там не испортили он который там боец на ревности исходит понимаешь смешно не то слово ну дай бог Игорь чтоб ты сам себя-то сменялся останавливаемся галочка ты как расстанавливаешься и завершая работу ох и жжи и богу купили хорошая мишка спасибо вам всем за работу группа благодарю спасибо Арина Генна яголя хочу от тебя когда-нибудь видео записи твоей работы по скоростью которая будет медленнее чем у нас тут какой работе это сделать сама поймешь дома поймешь ребят стряхнулись послушали у кого какие состояния богдан проснись я как раз таки слушаю сейчас состояние понятно встряхнулись посмотрели одна из самых тяжелых работ для меня я всего боялась но я уверена что галя не торопясь придумаем посмотрим как идти куда дальше отталкиваясь от того что будет происходить в общение с крайне сакральным терапевтом в общение с и не торопимся не ждем никаких результатов один результат когда Игорь там в буче боевой кипучий так вот вот так ты поменяешь состояние игре я верю в тебе да спасибо просто верю мы же не знаем что завтра будет правда кому из нас что прилетит я буду молиться чтобы только ангелы прилетали кассе даже спрашивать не хочу кто как у вас из вас себя чувствует вы знаете как себя поддержать после работы что надо сделать он рассказывайте наташа двоечники рассказывайте что делать надо отдышать концентрироваться на дыхании попить походить принять душ если есть возможность ванну после того как все пройдет обняться аплодисменты ежели не с кем себя в зеркало расцеловать у кого завтра будет время возможность сатсанг сатсанги буду продолжать будем прошу поддержки рассказывать про эти мероприятия цель мы с дашей хотим все таки выйти на схему когда расстановки будут таким же тренажером как йога по установлению контакта с собой по никаких индивидуальных расстановок на сатсангах не будет а вот темы для обсуждения и для общих и что мы хотим с дашей чтобы каждый из вас на таких занятиях чтобы каждого из вас можно было брать куратором процесса ну например делим народу там всегда будет народ делим на группа и например это одну группу ведет я на одной группе видео то ли одну группу ведет марина одна группа идет галина кто есть тот и ведет и вы растон вы расстановщики вы наблюдаете за тем как идет процесс вы ведете образ заместители контакт с тем для кого работает даже если это будет группа из четырех человек то вот вы ведущий один клиент двое на которые выводят информацию именно с чего начала тем и закончу я уверена что вы можете быть непотопляемыми расстановщиками выводить в проявленное приятно приятное завершение да спасибо огромное поэтому я не настаиваю чтобы вы свеженька привет дорогой рада видеть смотри какое там чудо это галя сколько сейчас макс а максу сколько у нас год и месяц а глазики там сияет и пупсики холосы смотрите пупсятки мои все замечательные я не настаиваю на то чтобы вы были на всех статсангах и еще на чем-то но тот кто из вас будет уделять будем с 11 до пол первого но как правило все равно там до часто будет получаться тема исследования возможности расстановок тема понимать как ими все таки пользоваться а сегодня вы все увидели насколько осторожно ими надо пользоваться что в работе было сегодня самой главной помехой ум и ожидания ум и ожидания я сама азартная ребят давайте это давайте выведем я же только всего хотела сделать у меня глаза разбегались а что чего я как подумала думаю блин сейчас мы возьмем пойдем в химию клеток выведем выведем синаптические связи выведем нейромедиаторы мы видим это выведем это клей 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 в которых это катаются liquid да спасибо огромное Важный опыт. В любом случае, мама работала для здоровья своего ребенка. И Галя сочетала в себе сколько уровней. Она как Галя, она как мама, она как расстановщик, она как участник процесса. Что у Галли все-таки вначале на первом месте было? Мама? Вредная Галя, эгоистка, горделивая, которая знает, как надо. А, ну это куда без этого, что ли? Это по умолчанию. Да. Ну, понимаешь, что тут добавишь-то? Я тут на хвост собственной песни наступала, как и сильно, чем на горло. Вот это наша Ева. Ну, я знаю, как. Привет, Евочка, помаши нам ручкой. Ой, моя уточка. Ой, глянь, давайте Евочке все покажем. Показали Евочке сердечко. Кто-то видит. Привет, Ева, привет. Убежала, убежала. Удивилась и убежала, да. Спасибо вам. Ребятки, заразились неспешностью? И как в замедленном кино пошли обниматься. Доброй всем ночи. Благодарю. Благодарю вас всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова